Как получить господдержку для бизнеса? С чего начать и куда обращаться? Эти вопросы обсудили на открытой конференции Сбертокс, посвященной свободной беседе о реализации совместной программы Сбербанка и Фонда развития Дальнего Востока «Доступный кредит для малого и среднего бизнеса». Мы как инвесторы хотим бегать за теми людьми, кто не хотят наших денег, потому что они независимые, сильные, у них все получается. Соглашение о реализации совместной программы было подписано на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. В соответствии с условиями фонд предоставляет финансирование банку-партнеру, который в свою очередь снижает процентную ставку для заемщиков, представляющих малый и средний бизнес. При этом увеличив сроки кредитования от 3 до 10 лет. Облегчив нагрузку по регулярным выплатам, удается сделать такое кредитование доступнее для бизнесменов. Я получил дополнительное кредитование за счет внутренних своих резервов. Если у меня были кредиты рассчитаны на 4 года, а я совместно с банком, мы сделали рефинансирование, и продлили до 10 лет, у меня автоматически выслабились внутренние резервы денежные. Какова перспектива ведения бизнеса на Дальнем Востоке? На этот вопрос участники конференции отвечали не единожды. Активно в пример приводили соседей из Китая. Однако все пришли к единому выводу. Задача не только региона, но и всей страны – воспитать опытного российского предпринимателя. Для этого сегодня Сбербанк предлагает массу образовательных программ, которые уже работают и приносят результаты. Есть положительные, отрицательные случаи, когда мы советуем нашим клиентам вести бизнес, выстраивать поток именно так и так. Тот, кто слушает, там в принципе и получается все достаточно неплохо. А тот, кто выбирает какой-то иной раз свой путь, там возникают в том числе и токсичные так называемые долги. Специалисты уверены, малый бизнес на Дальнем Востоке при крепком желании может перерасти в крупное дело, приносящее большие дивиденды. Ведь здесь люди ориентированы на активно развивающуюся Азию, а не на любительницу теории Европу. Сами за себя говорят цифры. Уже 46 предприятий Дальневосточного региона получили финансовую поддержку по программе «Доступный кредит для малого и среднего бизнеса» на общую сумму 594 миллиона рублей. На открытой беседе о своих примерах говорили предприниматели, своим опытом и вопросами делились и зрители, среди которых были и журналисты, и студенты, и даже блогеры. А специалисты уверены, такие встречи полезны и необходимо их проводить как можно чаще. Инна Щедрова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.